Всем здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь представителем проекта Амбассадоры, сообщества WebTokenProfit. Мы продолжаем знакомиться с нашими будущими Амбассадорами. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы. Здравствуйте, Антон, здравствуйте, сообщество, меня зовут Дмитрий, я города-героя Новороссийск. Это у нас Краснодарский край. Приятно познакомиться, Дмитрий. Взаимно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, как долго вы работаете в сети интернет, работали ли в каких-то других проектах, как это было успешно, менее успешно, расскажите об этом. В сети интернет я с начала 2018 года, после такого мега забега биткоина, как всем известно. Из проектов типа нашего, WebTokenProfit, это мой первый проект, в котором я уже где-то месяцев, наверное, 8-9 достаиваю. До этого у меня были проекты, но все они были связаны только с холдингом, какими-то попытками трейдинга, где-то плюс, где-то минус, но все как обычно, опыт. Ну, у нас здесь тоже похожая есть тема, скажем так, получается, есть криптовалюта своя, можно и продавать, и трейдить, если вы умеете, это вообще отлично. Хорошо, Дмитрий. А скажите нам, вот расскажите, как вы познакомились с нашим сообществом, через друзей, может быть, через интернет, как это было? Меня сюда привел мой друг, с которым мы, можно сказать, начинали все наше движение криптовалюты. Он меня привел сюда. Первый мой проект был, это было золотое сечение, я покупал ячейки, мы там делали инвесторы, там была построена определенная стратегия. Следующий был мой проект, это был бинарный маркетинг WebTokenProfit. Ну, сейчас уже, естественно, и акселератор, и собираемся входить в автопрограмму уже. Ну, да. Согласен, да. Хорошо. Вот смотрите, мы все приходим в интернет, в разные проекты, чтобы что-то получить, какой-то навык, какой-то опыт получается. У нас есть какие-то свои цели. Вот расскажите о своих целях в нашем сообществе. В данный момент каких-то вот прям конкретных целей у меня нет. У меня есть четкая стратегия по всем проектам, которые я должен буду достигнуть за определенное время. Ну, цель, наверное, такая самая главная, как и у всех, это деньги. Заработать деньги, как-то изменить жизнь в более лучшую сторону. Это такая цель, наверное, у всех. А вот вот цели, они уже разные, я думаю. Ну, да, мы все, как бы, зарабатываем деньги, но куда-то их на что-то тратим, получается, приобретаем что-то. В общем, каждому что-то нужно. И хорошо, что в нашем сообществе есть вот разные проекты, как вы сказали, что каждый для себя может найти тот проект, который ему больше подходит, более интересный, прибыльный, по его мнению. В общем, на любой вкус и цвет есть, что выбрать каждому участнику. Хорошо, Дмитрий, расскажите о своей команде, вот, как вы ищете партнеров, как с ними работаете, как вот это все происходит? Ну, я скажу так, это, как бы, ну, мое сугубо личное мнение, да. Главное с партнерами работать честно, честно, грамотно, стараться их чему-то научить, как бы дать свой опыт. Вот, когда люди видят отношения к себе, то, что их там не обманывают, с ними там делятся в любое время дня и ночи, ведут диалоги и по телефону, и по интернету, по соцсетям, да, каким-то мессенджерам. Естественно, люди тянутся и потихоньку пишут, 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 там, подскажите, помогите, как, что. То учим и потихоньку, незаметно обрастаем командой. Понятно, ну, это хорошо получается. У нас вообще в сообществе все открыто максимально. Все знают нашу криптовалюту, что она, собственно, блокчейне. Все это подкреплено смарт-контрактом, как бы, все наши транзакции. Все это прозрательно видно, и каждый может себе понять, разобраться и понять, что это все здесь. Здесь все честно, как бы, ничего никто не скрывает. Ну, верно, да. Я это сказал к тому, что многие новички, они даже, например, не знают своих лидеров, и поэтому приходится нам помогать, либо еще кому-то. Есть лидеры, например, которые, ну, где-то недообъясняют, которые вообще не объясняют. И люди многие в смятении. Что делать, куда нажимать, там, элементарно, что такое, где взять кошелек, чтобы перевести вверх. Естественно, всем помогаем, и потихоньку люди приходят, доверяют уже. Ну, да, здесь с вами согласен полностью. Хорошо. Хорошо. Скажите, почему, вот, по вашему мнению, наше сообщество, наша компания является перспективной? Ну, я даже сказал бы, в данный момент наша компания – это топ. Это просто топ. То есть, почему это вижу я? Во-первых, у нас у всех очень классный лидер из Канда. Это просто, я когда смотрю в брифинге, у меня поднимается настроение, я хочу работать еще сильнее, и все остальное. Второе, как бы, я мониторил компании разные, где-то выплачивают фиатные валюты, где-то биткоином, эфиром, тем же самым, там, и всеми остальными криптовалютами. В чем, я считаю, плюс нашей компании, то, что у нас есть определенная эмиссия коина, то есть у нас есть уже деньги, чем платить на будущее, через 5 лет, через 10 лет, они уже есть. Нам не нужно нашему руководству там где-то искать людей, чтобы они вкладывали свои деньги или биткоины, чтобы выплатить там другим, нам это не надо. Мы можем спокойно, прозрачно работать, зная, что чем выплатить мне за мою работу, либо всем остальным партнерам, это все есть. Уже есть. Да, полностью вас, вот поддерживаю в ваших словах, вот это для меня тоже главным критерием в нашем сообществе является то, что у нас нету фиата, получается все подкреплено криптовалютой. И уже, когда человек разобрался, он понимает, что, например, если он покупает пакеты в бинаре, то проценты вот эти, которые он должен получить на протяжении там периода пакета, они уже есть как бы. Уже все есть наперед, и вот, как вы сказали, не нужно нигде искать вот эти деньги и других людей, что когда-то это все может накрыться, получается. Но у нас здесь четко, вот понятно, все прописано, и все все понимают отлично. Хорошо. Почему вот вам интересно стать именно амбассадором сообщества? Ну, я считаю, что это будет очень интересный опыт. Да, получается, будет возможность как бы собирать группы людей, единомышленников уже в офлайн, не только в интернете уже общаться, а как бы такое общение уже напрямую, а не в интернете, позволяет нам как бы делиться вот этой энергетикой, вот этой всем. И я думаю, что вот это самый жирный такой плюс проекта Амбассадоры. Собрать людей, устроить презентации, общаться с новыми людьми, чему-то их научить, то есть сделать так, что люди заработают. А потом же, они же будут благодарны, это хорошо. Это же классно вообще. Конечно. Да, но опыта еще не было, но все в наших руках, это все можно... Почему? Почему вы хотите создать именно такое локальное сообщество у себя в регионе, вот почему вам это интересно? Ну, я хочу, чтобы люди у нас заработали, чтобы люди были рады. Я, например, проект уже 8 месяцев, но у меня очень много положительных эмоций со всех точек зрения, с финансовой, с человеческой, в общении. Я много узнал новых людей, я много с кем познакомился, много с кем общаюсь, и это все здорово. Это развитие. Почему бы не устроить бы это в нашем крае, так же собирать людей, общаться, видеться, учить новых людей? То есть, получается, вот по вашему мнению, вот по вашему мнению, в чем будет интерес сам вот этот проекта нашего амбассадора? Вот какое-то обучение для новичков, вот чем он будет интересен и полезен? Расширение сообщества, в первую очередь. Хорошо, я вас услышал. В общем, спасибо, Дмитрий, спасибо за ваше интервью, очень было приятно с вами пообщаться, познакомиться. Взаимно, Антон, взаимно. Все, спасибо, всего вам хорошего. Всего хорошего. Спасибо.